Здравствуйте! Вы смотрите новости на муниципальном телеканале. В студии работает Денис Сивков и в сегодняшнем выпуске вы увидите. Православные отметили светлое воскресенье Христова. С праздником Пасхи североказахстанцев поздравил глава региона Ерик Султанов. Фармацевты Североказахстанской области подписали меморандум по сдерживанию цены медицинские препараты. На какие лекарства установлена фиксированная розничная цена? Больше возможностей для занятий спортом. В Улибисколь появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Ну а теперь обо всем по порядку. 12 апреля православные всего мира встретили светлое Христово Воскресенье. Праздничные богослужения в субботу ночью прошли во всех храмах области. С Пасхой прихожан поздравил глава региона Ерик Султанов. Богослужения в этот день проходят во всех храмах Северного Казахстана. Пасха – один из самых значимых праздников в христианском календаре. Верующие его встречают с особым чувством и настроением. На праздничную службу Вознесенский кафедральный собор прихожане идут с семьями и приводят детей. Искренне верят, что именно в пасхальную ночь их молитвы будут услышаны. Что вы в этот день приходите попросить Всевышнего? Здоровья, мир, благостность. Для всех близких, для всех родных. Попросить здоровья Господа Иисуса Христа. Попоститься надо, чтобы Бог здоровье дал. Держу пост каждый год. Для меня это святое. Всех с праздником. Желаю здоровья, успеха. Пасхальную ночь в храме по многолетней традиции проведет и Галина Кондратова. Она пришла с дочерью Евгении. Подготовка к празднику в их доме начинается заблаговременно. Красят яйца, пекут куличи. Не забывают и о самом главном – о молитвах. После церкви люди какие-то выходят с ясными глазами, радостные, красивые и хорошие. Я, например, у Всевышнего прошу мира на земле. Самое главное. В храме Вознесения Господня атмосфера праздничная. Священнослужители в белых одеждах, церковь украшена цветами. Розы и хризантемы – как символ памяти о Спасителе. До Христового воскресения у верующих был великий 40-дневный пост. Тем, кто его соблюдал, приходилось воздерживаться от животной пищи. 12 апреля он закончился. Поздравил прихожан с праздником Пасхи, Акимобласти и Эрик Султанов. Глава региона пожелал всем мира и согласия, которые сегодня царят в нашей независимой республике. Из покон веков этот замечательный праздник олицетворяет высокие духовные ценности. Сегодня в Казахстане обеспечены мир и согласие, равенство представителей всех этносов и религий. В этом, безусловно, огромная заслуга нашего президента. Не случайно казахстанцы вместе отмечают такие великие праздники, как Пасха, Хорбанайт, Рождество. Наша страна активно поддерживает дружественный диалог различных религиозных конфессий. В этот светлый день Пасхи хочу пожелать вам добра и благополучия, счастья и процветания. С праздником, дорогие земляки! Владыка Владимир поблагодарил Ерика Султанова за внимание, преподнес в подарок сувенир. А уже через несколько минут прихожане направились во двор храма, где состоялся традиционный пасхальный крестный ход. Христос, 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 Христос. Отстояв пасхальную службу, многие петропавловцы разойдутся по домам, а поутру вновь отправятся в храм. Здесь они смогут осветить крашеные яйца и куличи, которыми будут разговляться во время праздничной трапезы – долгожданное Христово Воскресенье. Ирина Панфилова, Михаил Казначеев, Тимур Ахматуллин. Новости МТРК. Воскресенье Иисуса Христа в областном центре отметили и праздничными гуляниями, и такие торжества в Петропавловске проходили впервые. На улице Конституции Казахстана горожане могли посмотреть концерт. Всех желающих угощали куличами и крашенными яйцами, рассказывает Ольга Загоруйко. Впервые празднование Светлой Пасхи вышло за пределы храмов. На этот раз народные гуляния проходят на улице. Апостольским приветствием православных христиан встречает епископ Петропавловской и Булаевской епархии Владимир. Христос Воскресе! Христом Разурексим! Христом Разурексим! Разделили пасхальное торжество вместе с православными христианами представители Римско-католической церкви и Центральной мечети Кызылжар. Хочу от всего сердца пожелать всей русской православной церкви Северного Казахстана успехов по укреплению духовного единства, воспитанию патриотизма, сохранению гражданского мира и согласия. Еще раз поздравляю всех православных Северного Казахстана с праздником Пасхи! Пасха имеет объединяющую силу, поэтому для всех желающих здесь организовали импровизированный праздничный стол. Угощали горожан куличами и крашенными яйцами. А неподалеку стояла полевая кухня. Она рассчитана на 250 порций. Каша с тушенкой была как нельзя кстати после окончания Великого Поста. Готовил Фирус Намет, повар 4-го разряда из военной части. Раньше работал в алматинском ресторане. Говорит, для Пасхи готовить никогда не приходилось. На Пасху, честно сказать, первый раз. У нас просто в Алмате такого нету, честно сказать. Просто даже очень рад, что на такие мероприятия в таком масштабном количестве отмечают. Не только для Юга, но и для Севера Казахстана такие народные гуляния в этот день прошли впервые. За месяц, как положено, мы обратились к уважаемым руководителям города и области с письмом о том, чтобы они позволили провести вот эти вот народные гуляния на главной и красивейшей площади нашего любимого Петропавловска. И вы знаете, и городской Аким, и областной Аким с пониманием к этому отнеслись, выделили нам это пространство, оказали всяческую поддержку, содействие и помощь. Особая благодарность от православной церкви в этот день звучала в адрес русской общины и казачества, оказавших помощь в организации праздника. Этот праздник обновления, праздник весны, праздник радости. Праздник организован был для всех горожан. И трудности заключались только в том, наверное, чтобы сегодня собрались побольше народу. Инициативу организаторов горожане оценили. Поздравляли друг друга со светлой Пасхой, желали мира и добра. Веселая погода соответствует праздническому настроению. Поздравляю всех петропавловцев с праздником Христового Воскресенья. Всем желаю блага, всего самого лучшего. Всех поздравляю с этим светлым праздником. Желаю всем добра, любви, взаимопонимания, единства. Празднование Пасхи в Петропавловске получилось многонациональным. Казахи, русские, татары и многие другие. Вне зависимости от вероисповедания, культуры, традиций. Торжество объединило всех. Ольга Загоруйко, Желудосбек Ермуканов. Новости МТРК. Далее реклама. Оставайтесь с нами. Такого еще не было. Невероятная, грандиозная акция от компании «Казградстрой». Выбирайте квартиру в новостройке с рассрочкой на 3 года. Без процентов, без переплаты. Внесите 30% и составьте собственный, удобный для вас график платежей. Рассрочка на 3 года в жилом комплексе «Кызылжар» под 0% годовых. Подробности в офисе компании «Казградстрой». Улица Интернациональная, 41А. Телефоны 36 19 19 50 08 07. Продолжаем выпуск. Завершилась операция подросток. За 10 дней ее проведения полицейские задержали за различные правонарушения более тысячи несовершеннолетних. В период операции стражи правопорядка работали в усиленном режиме. Подробнее в материале пресс-службы областного департамента внутренних дел. За 10 дней операции подросток в пункты полиции доставили более тысячи несовершеннолетних. Из них 267 за совершение административных правонарушений. Также стражи порядка задержали 101 беспризорника. Профилактические беседы – обязательные меры в подобных ситуациях. Преступления лучше предотвратить, чем устранять их последствия, считают полицейские. И проводят рейды по выявлению неблагополучных семей. Вместе с ними в них участвуют представители госструктур. В ходе ОПМ подросток, представителями различных органов, в том числе комиссии по делам несовершеннолетних при Акимате города Петропавловска, представителями наркологического центра, органами опеки и попечительства осуществляется контроль за условиями проживания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. То есть это оказание содействия их социальной реабилитации. Вне операции ювенальные полицейские работали в усиленном режиме. В результате на учет поставили 29 несовершеннолетних и 18 неблагополучных семей. 57 административных протоколов составлены по фактам нахождения детей в позднее время суток без сопровождения взрослых. За неисполнение своих родительских обязанностей к ответственности привлекли 11 горожан. По городу Петропавловску состоят на учете неблагополучных семей 267, с которыми ежедневно проводится профилактическая работа. Также за время операции подросток порядка 50 недобросовестных продавцов понесли наказание за продажу алкогольной продукции и табачных изделий детям. Такая профилактическая работа, говорят стражи порядка, эффективна. Арман БАНД при содействии пресс-службы областного департамента внутренних дел. Фармацевты Северо-Казахстанской области подписали меморандум по сдерживанию роста цен на медицинские препараты. 6 апреля и до конца текущего года на 200 наименований лекарств установлена фиксированная розничная цена. В нашем регионе в рамках данного договора будут работать более 140 субъектов предпринимательства, занимающихся реализацией лекарственных средств. Продолжит Ксения Куценко. Фарм-маркет Биосферы уже работает в рамках заключенного меморандума. На информационном стенде есть список лекарств, цена на которые теперь фиксирована. В перечень вошли самые популярные и необходимые товары фармацевтических компаний. В основном, кстати, отечественных. Это лекарственные средства и средства гигиены, которые входят в противовоспалительные препараты, обезболивающие, жаропонижающие, ну и некоторые антибиотики. Также шприцы и бинты. Я считаю, для незащищенных славян населения данный меморандум, конечно, актуален. Цены, обозначенные в соглашении, едины по всей стране. Всего такой меморандум по сдерживанию цен подпишет 141 субъект предпринимательства. Это аптеки города и области. Участниками договора также являются областной Акимат, управление здравоохранения региона, Северо-Казахстанская ассоциация фармацевтических организаций и департамент комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности. Практика эта ведется уже не первый год. С 2009 года практически ежегодно заключается меморандум с субъектами фарм деятельности, которые обязуются принимать все меры по сдерживанию роста цен, поддерживать эти цены на эти лекарственные средства и предоставлять соответствующую информацию. На любые тревожные звонки горожан специалисты департамента реагируют незамедлительно, проверяют, есть ли нарушение. Впрочем, условия договора, как показывает практика, все его участники соблюдают добросовестно. Зато есть другие недоработки в деятельности компаний, реализующих лекарства. Уже с начала года выявлено несколько фактов. У нас с начала года составлено пять административных протоколов, вынесены постановления, рассмотрения административных дел на сумму около 400 тысяч тенге. По вопросам лекарственного обеспечения у нас было одно обращение в начале этого года, когда фармацевтам было отпущено лекарственное средство, срок действия которого истекал через несколько дней. Фармацевт была в административном порядке наказана за нарушение правил реализации лекарственных средств. Что касается заключенного меморандума, то соглашение по сдерживанию цен на медицинские препараты действительно до конца текущего года. Ксения Куценко, Владимир Боровков. Новости МТРК. В Оле Бесколь в этом году появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Возводят его на средства из областного бюджета. На сегодняшний день 70% работ выполнено. Сдача в эксплуатацию комплекса позволит создать дополнительные условия для занятий физической культурой и спортом аульчанам. На объекте побывала наша съемочная группа. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса началось в сентябре прошлого года. Здесь будет двухэтажный корпус. На реализацию проекта из областного бюджета выделили порядка 297 миллионов тенге. В нашем физкультурно-оздоровительном комплексе предусмотрен игровой зал. Также мы будем приобретать технологическое оборудование, где имеется спортивный тарь, в том числе спортивные тренажеры, ринг будет боксерский, маты борцовские, татами для дзюдоистов и помост для тяжелоатлетов. Подрядчик ТОУМИК. Опыт работы у фирмы Большой. Строительством занимается с 1998 года. На объекте трудится бригада из 25 человек. Задействованы 4 единицы техники. Выполнил все инженерные коммуникации. Свет, канализация, водопровод подведены. Поставим здание для котельной. Котельная будет устанавливаться, котелы. Осталось отделочные работы, фасадные работы. Срок сдачи 1 июня. 1 июня постараемся подвести все эти вопросы. Завершение строительных работ на объекте без кольца ждут с нетерпением. В ауле уже есть ФОК. Теперь будет новый, более вместительный. Деток у нас 100 с лишним человек на двух тренеров по боксу. Поэтому достижения есть. Вот этот зал нам очень-очень нужен. Потому что мы выезжаем на соревнования, а сами пригласить не можем на соревнования. Поэтому вот как бы стесненных обстоятельствах. Занимаемся мы в ФОКе Балаша. Это маленький зал вместе с волейболистами, футболистами. В комфортных условиях с открытием физкультурно-оздоровительного комплекса начнут заниматься и борцы. Их в районе тоже более 100. Раньше на месте физкультурно-оздоровительного комплекса был пустырь. Поэтому работы по благоустройству здесь предстоит много. Начать облагораживать территорию строители намерены в середине мая. Ирина Панфилова, Жулдезбек Ермуканов. Новости МТРК. Мы продолжаем цикл репортажа о Героях Победы. На этот раз история о солдате 244-й дивизии 911-го полка. Михаил Чекунов во время войны участвовал в Шакишваро-Болотонской операции. На венгерской земле воевал не только с фашистами, но и бандеровцами. О своем боевом пути ветеран Великой Отечественной рассказал нашей съемочной группе. Михаил Чекунов перебирает фотографии и рассказывает о своих боевых товарищах. У ветерана с времен Великой Отечественной сохранилось их немало. В этом альбоме запечатлены вехи боевого пути Михаила Григорьевича. Война для него началась в 44-м, когда его, 17-летнего юношу, призвал Петропавловский городской военкомат. Мать проводила, валенки были мне теплые, она сделала, чтобы не ходил. Ну и все, переписывались, писали, когда что. Что мать, как она реагировала? Она плакала, конечно. А учения у Михаила Чекунова проходили в суровые зимы. Стрельба из винтовки, а после из танкового пулемета. Это оружие носили сразу три солдата. У одного в руках ствол, у другого станок, у третьего коробка с пулеметными лентами. Михаил Григорьевич был вторым номером. Нести 32-килограммовый станок было тяжело, однако отступать было нельзя. Солдаты 244-й дивизии 911-го полка вели боевые действия в Венгрии. Участвовали в Шакишваро-Болотонской операции. В Закарпатте нас что-то притормозили, мы гоняли бендеровцев. Что-то там обычно этим занимаются внутренние пограничные войска. Почему-то отследили часть нас. Потом нас собрали и бросили туда в Болотонске-Шакишваро-Операцию. Там наших здорово побили. Победу Михаил Чекунов встретил там же, в Венгрии. Радостная и долгожданная весть об окончании войны дошла, когда солдат лежал в окопе. Мы были в землянках, вот вбегает к жена, хватает ручной пулемет и палит, палит кверху. Мы с Шакишем спрашиваем, что война, ребята, кончилась. День победы наступил. Вот, ну и все. И то, что хватал, ну и стреляли тоже в мордук. Все радешники были. После войны Михаил Григорьевич служил еще 6 лет в Болгарии и Германии. Домой вернулся в 51-м. Работал слесарем на заводе имени Кирова, позже технологом. Предприятию отдал 35 лет своей жизни. Денис Севков, Жудосбия Кирмуканов. Новости МТРК. В Петропавловске прошел республиканский конкурс «Лучший выпускник медицинского колледжа-2015». Девять студентов среднеобразовательных учреждений Казахстана доказывали, что они лучшие. У кого это получилось в материале Армана Бенде. В этом зале собрались лучшие студенты медицинских колледжей страны. Они прошли серьезный отбор и стали победителями регионального этапа конкурса. В их числе Лилия Саитова из Шумкента признается, приехала с одной целью – победить. Ей предстоит пройти три этапа – теоретический, практический и блиц-опрос. Второй – самый сложный. В специально оборудованной лаборатории участники исследуют питательные среды, где они должны будут выявить причину заболевания. Вначале не волновалась, сейчас, конечно, уже больше волнения, как дальше идет. Свою профессию я выбрала, можно сказать, нечаянно. Влюбилась я в нее уже во втором курсе. Когда особенно изучаешь, например, кровь, смотришь различные элементы, это очень интересно. Республиканский конкурс на звание лучшего выпускника медицинских колледжей страны проходит второй год. В этот раз свои силы пробуют студенты, обучавшиеся по специальности лабораторная диагностика. В настоящее время в Казахстане эту профессию осваивают 1062 человека. Специальность лабораторной диагностики очень сегодня системой здравоохранения востребована. Практически все наши выпускники, они трудоустраиваются. Потому что это, во-первых, узкая специальность, лабораторные службы во всех лечебных учреждениях есть. И сейчас вы знаете, как мощно развивается вот эта лабораторная служба. Сейчас приобретаются серьезные оборудования и прочие дела. И для этого нужны, конечно, специалисты. По результатам конкурса звания лучший выпускник медицинского колледжа Республики Казахстан-2015 завоевала Наталья Ермакова из Хостаная. У участницы из Туркестана Фариды Борибай второе место. Тройку лидеров замкнула представительница Усть-Каменогорска Анна Мельник. Следующее подобное состязание пройдет в мае месяце, но уже по другой специальности. Арман Баэндо, Михаил Казначеев, Новости МТРК. Пасхальная радость в Музее изобразительных искусств открылась выставка, участники которой попытались передать в своих работах торжественную атмосферу важнейшего православного праздника. Лучшие получили призы. Ольга Загруйко продолжит. В выставочном зале Музея изобразительных искусств участники конкурса «Пасхальная радость». На творческое состязание они предоставили более 150 работ, однако разместить все здесь не получилось из-за большого размера или веса. Вот это пасхальное дерево сделано из веточек вербы, на них яйца из нитей. Авторы – воспитанники Воскресной школы Вознесения Господня. А это самая тяжелая картина, весит несколько килограммов. Ее элементы Даниил Максимов сделал из соленого теста. Переживал, что картина не дождется своего выставочного часа, но все получилось. Диплом за первое место в руках. Я изобразил на своей картине храм, потому что он олицетворяет праздник Пасхи. Мне очень нравится Пасха, потому что на ней есть сладости. Мы гуляем, ходим на площадь в гости, дарим друг другу пасхальные яйца. А эта работа завоевала гран-при. Ее автор – 13-летняя Дарья Кузьмина. Всего в этот день наградили около 30 участников. Подарки для них предоставила русская община Североксистанской области. Всем хочу пожелать всяческих благ, добра и так далее. Польский центр Коперник, русская община. Мы всегда рады отвлекаться, всегда рады присутствовать. Самым популярным символом Пасхи на выставке стало яйцо. Нарисованное, декорированное шпагатом из макарон, вязанное. Творческое осмысление важнейшего православного праздника не имело границ. А воспитанники детско-подросткового клуба «Мурагер» сделали сувенирные яйца в виде животных и экзотических рыб. Вдохновляли участников выставки и родные просторы. На картинах и поделках ребята рисовали храмы и церкви. С каждым годом конкурс «Пасхальная радость» собирает все больше участников. Его проводят при поддержке посольства Российской Федерации в Казахстане и Петропавловской и Булаевской епархии. Ольга Загоруйко, Владимир Боровков. Новости МТРК. На этом у меня все. Смотрите МТРК. Будьте всегда в курсе событий. До свидания. Прогноз погоды на вторник, 14 апреля. Ясно, ветер юго-западный 3,5 метров в секунду. Температура ночью 0,2. Температура днем плюс 7, плюс 9. Редактор субтитров А.Семкин